Объезжаешь эту кучу, делаешь так, проходишь туда, делаешь поворот и вот это финиш. Объяснение буквально на пальцах и на старт. Начало заездов по снежной трассе ждут две категории участников. Парни на машинах советского производства, девушки на своих, современных. Первый взмах флага под хит 30-летней давности. В категории ретро в основном шестерки, Жигули 21.06 и пара москвичей. А вот увидеть среди участников заезда на скорость ГАЗ-3110 «Волгу» было неожиданно. Еще пока не достроил, вот решил попробовать свои силы. Ну, вроде что-то получилось, где-то не получилось. Но в целом, как бы, я доволен. То есть потенциал у машины есть, есть над чем работать. Трасса, созданная энтузиастами, неплохо подготовлена. Зрителей, которые обычно на подобных мероприятиях стоят вокруг площадки, разместили в безопасной зоне, выше трека. Правда, в этот раз болельщиков немного. Организаторы намеренно не рекламировали мероприятия. Требования безопасности настолько велики, что просто, мне кажется, что к лету еще хуже будет. Любое массовое столпотворение людей – это надо такие требования с МВД, со всеми структурами. В честь весеннего праздника отдельный заезд устроили для девушек. До основного старта с ними провели несколько тренировок. Напомнили основы техники безопасности. Так что к гонке эти пилоты готовы. В списке машин, на которых стартовали девушки, полное разнообразие. Здесь и Тойота, и СТО, и даже трехдверный Паджеро, которому особенно тяжело даются повороты на скорости. В итоге первой приходит водитель Субару Легаси Нина Акулова. Лучшим среди мужчин признан Дмитрий Лохно, у него москвич. Интересно, что на прохождение трассы лидерам категории понадобилось почти одинаковое время. Девушки отстали от опытных гонщиков буквально на одну секунду. Все довольно-таки быстро, четко, слажено. Повороты классные. Трасса очень интересная. До нас прокатились машинки. Немножко разбили, соответственно, были всякие там штучки интересные, на которых нас выносило. Автоспорт – один из самых дорогих видов спорта. Это касается не только вложений в саму машину, но и огромных затрат на обеспечение безопасности и подготовку трека, где значение имеет даже угол каждого поворота. Если будет земля, и никто нам не будет мешать, то будет все нормально. Увы, земли нету, места нету, все дается в аренду. Какими-то, знаете, разными такими местами. Это наше хобби. Мне нравится автоспорт. Я начинал, как говорится, с машин. Кто меня помнит в городе, знает. Поэтому я и хочу закончить на машине. Федерация автомобильного спорта Камчатского края недавно прошла аккредитацию и теперь имеет право вносить свои мероприятия в официальный план краевого Минспорта. Начать решили аккуратно. На этот год готовят только три гонки. Одна из них на картах должна пройти в ближайшее время. Александра Галдина, Дмитрий Кузнецов, информационное агентство Камчатка.